И всем привет, ребят! С вами Старваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас, наконец-таки, в игре произошли изменения с пушками. И не только, но сегодня у нас на обзоре шафтецкий появился новый спецрежим, появилось обновление, которое влияет на дамаг критического урона шафта. И сегодня вместе с вами мы его протестируем. На основном аккаунте, как вы знаете, у меня шафта нету. Соответственно, мы заходим на данный замечательный мой аккаунтик Чиппердейла. Кто знает, тот красава, кто не знает, этот аккаунт приурочен исключительно к Хорнета Шафту. Можно даже сейчас взять, поставить прокачечку защитничка, потому что я давно не заходил на этот аккаунт. Кристаллы здесь есть. И здесь имеется Хорнета Шафт МК-8. Супер-мега-крутейший аккаунтик. Есть устройство трипол-выстрела. И есть устройство короткополосного эмиттера. Сегодня эти два устройства мы вместе с вами затестируем. Ну и посмотрим, насколько жестко наваливает шафтецкий сейчас у нас в матчмейкинге. Надеюсь, что получится круто, поэтому пикаем. Сыграем сегодня, я думаю, что контроль точек на тройном шафте. И ТДМ-очку сыграем на эмиттере. Надеюсь, что получится. Надеюсь, получится не только накидать нормально, но и полноценно рассмотреть шафтецкого, насколько он жестко нагибает. Ну и вообще, нагибает ли? Я еще ни одного боя на нем не сыграл, конечно же. Поэтому будет интересно все это дело, конечно же, вместе с вами прочекать. Карта жаворонки. Я на жаворонках слоу вообще еще ни разу не катал. В ТПшечке. Может быть, когда-то там на стримах только. Но в видосе точно мне никогда не попадалось. Так, быстрая довольно-таки сводка стала. Кстати, у шафта я забыл про это сказать. Ну и 3000 урона накинулся с одного выстрела без ДДшки. То есть, ну, неплохо, неплохо. Поэтому пробуем. Пробуем, я думаю, что даже сближаться больше с оппонентом по 1000 стычки. Хорошо. Критический урон будет давать, не будет. Сейчас посмотрим. Скрита должно быть, по идее, в два раза больше. Плюс это должен быть игнор любого резиста. Ну и в сумме мы должны получать очень крутую имбулечку. Смотрим, где мои криты. Смотрим, где мои криты. О, сразу! Хорошо! Хорошо, 5 киллов. 5 киллов работаем. Ну, звание хорошее. Здесь можно хорошо киллов вообще-то накидать. Ну, главное, конечно, посмотреть, нагибает ли этот шафтецкий. Стоит ли мне его на основном аккаунте приобрести, а, друзья? Как вы думаете, стоит? Вот вам бы хотелось, чтобы я на своем основном аккаунте приобрел шафта? Если да, напишите по этому поводу в комментариях. Потому что шафтецкого у меня на основном аккаунте до сих пор нету. А, возможно, мы это дело сможем как-то изменить. Приобрести. Супер-мега, крутую пушку. Так, хороший урон. По 2 500. Блин, мне бы еще перезаряжалась пушка побыстрее. Чтобы я мог накидывать так жестко, плотно урон. Но пока неплохо. Пока работа неплохая идет. У васпа тоже бомбочку апнули. Я думаю, что у васпа мы тоже затестим в ближайшее время. У васпик тоже очень крутой стал. Но пока хз, я на нем еще не катал. Хорошую миночку даем. Ну и пробуем, пробуем. Даже с такого расстояния проходит максимальный урон. Вроде как до этого такой возможности на шафте не было. 14 килов за практически половину боя. Ну не сказать, что сверх круто, наверное. Но если так держаться возле респа и давать постоянно тройные выстрелы. То, наверное, в сумме мы будем получать тот результат, который будет нас устраивать. Так, поэтому накидываем. Накидываем. Так, я всегда по расходке неправильно нажал. Я забываю, что у меня здесь защитник. Я уже привык очень сильно играть с бустером. Ну критический урон неплохо сейвит. Некоторые моменты. Маловато, конечно, его. На том же молоте в свое время было намного больше критического урона. Но и этого будет неплохо. Два выстрела для уничтожения любого обычного танка. Да, и вот сейчас бы крита бы. А мы можем так сделать. Так. 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 И, например, так. Ай. Торопился. У меня просто пропадал критический урон. Хотел побыстрее дать. Так. Ну пока неплохо. Пока неплохо себя показывает. Мне нравится, в принципе, что получается с шафтом. Будет еще интересно посмотреть, что будет с эмитером на нем. Ну здесь прям килы очень легко идут. Ну здесь может быть из-за звания моего тоже так все просто получается. 22 кила. Ну мне главное, знаете, как? Посмотреть урон. Да. Урон самого шафта. Сколько он накидывает. Может даже не так сильно обращать внимание на то, сколько я килов даю. Да. То есть как бы. Ну понятно дело, что здесь не такие жесткие ребята против. Так. 3000 со сводки. При том, что я не свел полностью. Но сводка залетала довольно-таки. Довольно-таки быстро. Да. То есть это тоже нужно всегда понимать. Что сводочка быстрая. Стала у шафта. Виды изменилось в лучшую сторону. И теперь вот, например, вот так вот становитесь. Хоп. Бах. Цык. И уже почти фулл урон даете. Раньше это было сделать потяжелее и подольше. Так. Ну этот бой мы досрочно выиграем. 23 килла на нем даю. В принципе. За 4,5 минуты. Наверное, довольно неплохой результат. Наверное, довольно неплохой результатик. Да. То есть 24 килла я мог бы дать здесь где-то. Ну, наверное, около 30. Может 35. Давайте попробуем сыграть тогда еще одну. Каточку на этом устройстве. В режиме Control Points. И если она будет тоже такая быстрая, то сыграем уже тогда полноценную TDM. С Эмитрика в TDM. Потому что там будет, наверное, лучше постоять на какой-то определенной позиции. Хотя можно, например, даже и здесь постоять от позиции. По-шафтоводить. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, где лучше по-шафтоводить. Где лучше по-шафтоводить. Здесь, либо в следующем уже бою. Здесь, наверное, от тройного выстрела особо преимущества никакого не будет. Здесь лучше, наверное, Эмитрик взять. И на сводке работать. Сейчас, наверное, переоденусь. И будем уже тогда наваливать. Команда у нас вроде бодряковая. Противника чпокать будет. По точкам будет кататься, ребята. Я буду уже тогда сверху стоять, накидывать чисто дэмэдж. Красивый. Да. Можем так сделать. Было бы неплохо, конечно, если бы у меня бустер был бы. На этом аккаунте. А то у меня защитник. Я покупал защитник тогда, когда бустер еще не нагибал. Поэтому, возможно, стоит мне в дальнейшем приобрести на этот аккаунт бустер. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что для шафта он жизненно необходим. Этот замечательный дрончик. Дрончик. Так, две минутки прошло. Пока вроде неплохо тянем. Пилы потихо, грузточки тоже поднимаются. Можно еще даже, наверное, здесь овердрайва прожать. Ваншотов покидать. Три ваншота. Да, ну с таким, конечно... С таким, конечно... Овердрайвом очень много киллов можно давать при хорошем тайминге. Это очень круто. Плюсовая хорошая темочка. И по званиям здесь, в слову, в этом бою уже чуть пожестче, да? Уже маршалы какие-то есть. Уже не все так просто, по идее. Но есть, конечно, такие крипочки. Небольшие. Но их уже поменьше. Критического урона мало. Хотелось бы побольше критов. Если честно. Было бы больше критов. Лучше бы себе еще бы показывал бы этот шаг. Но, может, это я за много хочу. Он и так довольно неплох. Посмотрим, что там в сводке будет давать по критам. Будет он давать много, не будет давать. Как часто будет давать. Эти криты. Здесь даже с самого большого расстояния, да? Максимальный крит. Офигеть. Вот это жесткая тема. Когда ты просто с максималочки даешь. Ну, с большого расстояния даешь максимальный урон. Это очень круто. Блин, не успел попасть. Башня улетела 15 к 1. Неплохо для такого боя. 15 к 1. Очень неплохой результат за половиночку. Блин, опять неправильный расходник прожал. Начал не с того, с чего надо. Крит 900. Рабочий. Надеюсь, что ДД успею. Хорошо. Респим. Пробуем даже сразу сводку дать. Хорошо. 2700. За пол баллона примерно за 2 секунды сводка под 3000 хп. Очень неплохой результат. Иметь такую быструю сводочку с таким неплохим уроном. Так, ну и теперь можно овердайв какой-нибудь заезжать где-нибудь. Если больше противников увижу. Можно будет вьюзать. Там вижу один. Там еще один. Опять расходку не ту. Нажал с респа. В краешу корпуса. Попадаю. Подавление нанесли мне. Подавление. Подавили меня немножко. Так, сейчас я думаю, что даем овердрайв. Да. Хорошо. 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 С такого здоровенного расстояния просто. По 2500 накидывает. Вот это я понимаю, жесткая тема. Так, также самое с эмитром можно накидывать, правильно? Просто прожимаешь овердрайв и скрита даешь максималку. По идее, не. Мне кажется, что да. Это надо будет проверить. Если это так, также само будет работать, то это очень жесткая тема. Там надо только посмотреть, сколько он за один выстрел дает урона. Так, сколько я накинул? 1800. За одну секунду при сводке, да? Неплохо. В принципе, пойдет. В принципе, пойдет. Так, ну и мы двигаемся на сколько? На 30 уже двигаемся. Очень хорошо. Очень хорошо. На таких званиях прям, я бы даже сказал, шикарно. Не зря, как говорится, софта оставлял. Чисто подавать контенту. Сюда. Ну и быстренько давайте пробуем. Блин, выше пролетел. Выстрел. Выше выстрел полетел. Блин, там же не будет максималки. Я думаю, максималочка сейчас пройдет. Через купола. Забыл, что там же пробитие наносится только при минимальной дистанции. Чуть обломали меня. Так, этого я думаю, что нет смысла давать. О, крит! Вовремя. Хорош. Плюс килл. Ну, наверное, даже лучше отреспаться. Да, 32 килла, 20 секунд. Овердрайва больше, скорее всего, у меня уже не будет. Но попробовать еще пару киллов дать было бы неплохо. Блин, встал в плохую позицию. Переехал чуть-чуть. Блин, опять ДА-шку среспа. Ну, видите, привычка. Дает тоже о себе знать. И все, шафт меня респит. Хороший бой. Хороший бой. Для эмитра 30... Ой, эмитра, говорю, тройного выстрела 32-очка. Хорошо на такой карте. Ну и теперь осталось тестануть эмитрик. Что же будет давать у нас эмитрик? ТДМ-очке. Если получится быстро сводиться и быстро давать много киллов, то... То, что надо для шафта. Чувствуется, что есть ап. Не сказать, что прям жесткий. Но он есть. Определенно он есть. Поэтому тестируем. Ластецкое устройство, которое у меня есть. Есть там также изменения в тяжелом конденсаторе. С тяжелым конденсатором, если вы хотите, мы сможем тестануть... Ну, либо если на основе куплю, либо на тестовом моем аккаунте, спецаке. В джиггернауте. В джиггернауте, я думаю, что там можно будет тестануть очень хорошо. Тяжелые конденсаторы. Но осталось нам только сейчас ТДМ-очку скатать. Надеемся хорошую ТДМ-очку увидеть. Прямо сейчас... Надеюсь, Будда. Дуже добрая. Пикайт. Надеюсь, хорошее что-то. О, начинаем работать. Начинаем работать. Пром-зоночка. Пром-зоночка. По позиции, что у нас здесь по позиции может быть для Шафтецкого? Ну, что-нибудь такое, наверное. Что-нибудь такое. Сейчас посмотрим, что у нас по урону. О, 6000. На базу просто, да? Шестерка на базу. Хоп. Сюда. 3000. А, так тут с простого выстрела тоже по 900 дает. А скрита сколько тогда будет давать? Скрита тоже не кисло будет давать. Блин, не успел довести. Пушка не довелась. К сожалению. Так, ну вот это чистая полноценная катка против легенд. Здесь уже мы все вместе с вами и увидим. Наверное, эта карта больше подходит все-таки не для эмитра, а для трипл-шота. Делаем вид, что я свожусь по-другому. Перевести успею. Да. Успел. Перевести успел. Так. Ну и... Давайте респим вот этого хантерочка. Главное, что он у меня в простреле был. Хорошо. Плюс скил. Работаем дальше. Хорошо. В полете. Попперочка забираем. Ну и смотрим, что будет здесь критом. А, здесь очень долгая такая оттяжка с перезарядкой, я понял. После тройного шафта такое себе, конечно. Ладно, понял. Здесь тройной получше будет. Ладно. Пробуем тогда занимать какую-то определенную позицию. ТЛХ-3 резист от шафта. И уже от позиции давать скиллы. Нет смысла тут особо так открываться, как-то пушить. Пробуем от позиции сыграть. Здесь, наверное, вот это. Дырочка. Ладно. Или будет хорошая. Хорошая прострелочка. Так. Вверху типа можно было чпокнуть. Ладно. Нажимаем броню. Раз, два, три. Покаем. Карна. Танчик хочет меня поднапрягать. Там воспошавт сверху стоит. Хорошо. Воспошавта тоже резко. По пять тысяч за тычку. Очень хороший выстрел. И если бы мне еще надо было бы столько урона давать. По этим оппонентам. Там у них хп. Копейка. А я такие сводки жесткие даю. Таким большим количеством урона. А там достаточно дать. Ну просто так чисто плюнуть. Слегонца. И тип уже умрет. Блин. Не успел. Не успел. К сожалению. По три тысячи. Офигеть. А чё скрита по три тысячи? Блин. Так это больше чем с этого самого. Три полшота. Так нормально. Можно тогда давать. Жестко. По три тысячи. Я думал. Так много не будет. Так что у нас тут. Ждем кого-то в простреле. Ждем кого-то в простреле. Ожидаем. О. Блин. Фулл выстрел. На три тысячи только. Да? С эмитром. Три тысячи. Но это немного. Наверное у него еще. Может быть. Защитник. Блин. Мне как будто. А. Я думал мне тиммейт сбивает. Я уже хотел сгореть. Оказывается противник накидывал. Так. Ну пробуем сейчас вот с овердрайва накинуть. Посмотрим что будет с овердрайва. Блин. Найс. Повердрайв. Реализовал как батька просто. Реализация. Уровень. Лох. Уровень. Лох. Так. Ладно. Едем. Хорошо. Сюда. На. Сразу. В харю. До дома газуем. Пол боя у нас еще. Есть. Если не ошибаться. И давать киллы. Но постоянной основе. Можно я думаю что неплохо накидать. Перезарядка чувствуется. Что быстрее. Хоть я особо много на шепсе не играл. Но. По перезарядке тоже. Точно есть. Видимость того что. Она стала. Быстрее. Блин. Наверх не лезет. Башня не лезет наверх. Давай спустись. Чуть-чуть. Братик. Чуть-чуть. Не захотел он спускать корпус. Ладно. Меняем позицию. Открываемся под хопера страйкера. Блин. Он тоже. Быстренько. Текнул с городу. Так. Пробуем дать стычку. По вот этому молодому. Респим. Под 6000 даем. Ну неплохо. Неплохо. Но хотелось бы конечно получше. Если честно. Чтоб он давал. Как-то я все равно может быть просто непрофессионал шофта. Но для меня как-то знаете 15 килов за пол боя это не так круто. Может быть если вы шофтовод вы мне скажете нормально это или нет. Но я как игрок который особо не играет на этой пушке могу сказать что это не совсем тот результат который я бы хотел бы увидеть. Играя на этой пушке возможно стоит поиграть в джиггернауте. Порезть пиджангу. И для себя как-то по другому раскрыть это вооружение. Но здесь очень важно быстро сводиться. Очень важно быструю сводку давать. Если вы не даете быструю сводку. Ну значит. Значит вы уже изначально не реализовываете грамотно. Свою пушку. А я к сожалению большому очень часто реализовать ее быстро не могу. Блин еще и подъехал в упор и наткнулся на такую дичь. В виде супер мега крутого дрончика. Так шафт поедет наверх интересно. Прострел. На прострел залетел. Пороший. Так овердрайв у меня есть. Три по одному. Блин. По второму б троечку тоже бы не мешало бы. К сожалению ей не будет. А еще шафт стоит в зоне. Я не дал нормального урона. Ну как-то так. Как-то так молодые люди. Я могу сказать что трипл шот. Себя очень хорошо показывает. Можете его тестить. Играть. Урона вполне достаточно для нагиба. Что касаемо других шафтов. То я думаю что здесь вы не дадите такого большого количества киллов. Урон очень хороший. Если кого-то персонально контрить. Это явно будет работать. Очень эффективно. Да. Но вот если вы хотите прям давать большое количество киллов. То уж лучше использовать трипл шот. Либо же вообще. Играть. От кимпы какой-то. На какой-то здоровой карте. Ну либо уже играть на каких-то других вооружениях. Как-то так. Как-то так. Пишите что вы думаете по этому поводу. Пишите что вы думаете по поводу шафта. Если тестили его. То напишите нагибает он по вашему мнению или нет. Я думаю что с бустером он бы показал бы себя намного лучше. Но защитникам как-то так. Поддерживайте видео ролик лайком. Подписывайтесь на канал если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик. Дабы ничего не пропускать. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем друзья спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Всем пока.